Алсу пообещала подробно рассказать свою версию того, что произошло на «Голосе» 1 июня, в день защиты детей. Певица Алсу впервые прокомментировала скандальную ситуацию с участием ее дочери в шоу «Голос дети». Напомним, 11-летняя Микела стала победительницей шестого сезона проекта, но после финала была проведена проверка и выяснилось, что в зрительском голосовании за Микелу Абрамову был осуществлен вброс смс-сообщений и звонков с помощью ботов. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил о съемках специального выпуска, на котором станет известно, кто же победил в проекте. Детали того, что произойдет на сцене «Голоса» в эту пятницу, 24 мая, держатся в строжайшей тайне. Что касается Алсу и всей ее семьи, то они хранили молчание почти целый месяц. Именно столько времени прошло с момента финала проекта. И вот, наконец, певица нарушила молчание. В интервью с «Серебряному дождю» Алсу заявила, что ее дочь и другие дети оказались втянуты в другие игры. «Я думаю, что все должно закончиться хорошо», – сказала она. После объявления результатов шоу в сети началась настоящая травля маленькой Микелы. Несмотря на то, что родители пытались оградить ее от негативных эмоций, до сих пор неизвестно, примет ли Абрамова участие в специальном выпуске «Голос дети». Алсу заявила, что приглашение получено, но решать, участвовать в нем или нет, Микела будет принимать сама. Как, собственно, было и с кастингом на проект. Алсу пообещала подробно рассказать свою версию того, что произошло на «Голосе» 1 июня, в день защиты детей. За доказанное мошенничество на шоу «Голос дети» могут дать до 10 лет тюрьмы. Адвокат Сергей Жорин рассказал, какая ответственность грозит организаторам возможной накрутки зрительских голосов. Победа «Дочери Алсу» на шоу «Голос дети» многим показалась незаслуженной. Поползли дары слухи о том, что на голосовании, по итогам которого Микела Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки – состоятельный бизнесмен. Скорее всего, голосование было тесным или же мог произойти сбой системы подсчета СМС и звонков зрителей. Но адвокат Сергей Жорин уверен, даже в том, если накрутка «Голосов» была и именно семья Алсу предпринимала какие-то действия для победы юной певицы, доказать это будет практически невозможно. По словам юриста, работавшего со многими российскими звездами, если мошенничество на «Голос дети» имело место, оно наверняка было организовано через третьих лиц. Между тем, если каким-то образом организаторов найдут, им грозит вполне конкретное наказание. За мошенничество в зависимости от того, под какую часть статьи подходит данное преступление, закон предусматривает до 10 лет лишения свободы, рассказал Жорин в порталу телепрограммы «Про». Адвокат подчеркнул, что это срок максимальный, а более легкая подходящая статья о коммерческом подкупе и вовсе предусматривает штраф или условное наказание. Если будет доказано, что голоса были накручены, первый канал может аннулировать результаты голосования и провести повторный конкурс, либо просто наградить лучших участников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok